Компьютерные игры давно стали частью нашей повседневной жизни, а спрос рождает предложение, и вот на прилавках уже тысячи проектов, претендующих на наши с вами симпатии кошельки. Но знаете, далеко не все из них вообще язык повернется назвать игрой. Но не все так плохо, есть несколько по-настоящему хороших проектов, достойных внимания. Вот о них я вам сейчас расскажу, уверен, вам понравится. День добрый. Если вам пришлась по вкусу игра Ори Слепой Лес, то у меня есть на примете еще кое-что, чем я, пожалуй, смогу вас порадовать. Сегодня я хочу рассказать об игре Child of Light, то бишь Дитя Света. Меня часто поправляет в описании жанров. Да, с тех пор, как я выучил эти названия, индустрия шагнула далеко вперед. Но на самом деле это не так важно. Дитя Света – это игра специфического, пожалуй, жанра, о чем я скажу чуть позже. Пожалуй, самой главной ее особенностью можно назвать сюжет и сам игровой мир, его смысловая начинка. И я прямо с него и начну, ибо это станет для всех играющих главным аргументом к ознакомлению с игрой, или же наоборот к ее отторжению. Итак, Дитя Света – это детская игра. Детская в самом приятном, чистом и неопороченном никакими вторыми, третьими и пятнадцатыми смыслами. Без доли сарказма, без намека на усмешку. Это, пожалуй, одно из немногих творений, где плашка 3+, оправдывает себя. Она действительно пойдет для детей, однако не меньше она порадует и взрослых, и что это, если не безусловный плюс. Когда произведение способно заинтересовать и старших, и младших, это означает лишь то, что оно скрывает в себе глубину. Про Child of Light я бы не сказал, что тут какая-то сюжетная смысловая глубина, а скорее наоборот, как сюжет, так и все события тут находятся на поверхности. Взрослого здесь не удивить сюжетными поворотами или продвигаемой мыслью, ведь мысли все эти банальны для тех, кому уже перевалило за 15 лет. Что родители это сокровище, что дружба сдвигает горы и прочие подобные мысли, которые будут очень часто на виду. Однако более младшему поколению играть в это было бы куда полезнее, на мой взгляд, чем во всякие GTA и прочую чернуху. Хотя все-таки мне удалось увидеть в сюжетных перипетиях пару совсем не детских мыслей. Сказать по правде, они для меня стали довольно сложными к осмыслению. Не исключено, что я не нашел их, а просто сам же и привнес. Но даже если это и так, все равно это хорошо, ведь добрые игры, заставляющие думать на важные темы, это действительно сокровища, настоящие реликты. Однако, что из этого точно не оставляет двоякого впечатления о склонении к определенной возрастной группе, это стилистика. Простая история, рассказанная в стиле детской сказки, на ночь, да по факту и являющаяся, безусловно, наводит на эту мысль. Но остальные элементы игры говорят о своей целевой аудитории куда красноречивее. Начально и некоторые другие редкие заставки – единственные места, где есть озвучка. В остальном, все диалоги и монологи в игре присутствуют в виде текста. И это к лучшему, ведь подобные тексты гораздо лучше воспринимаются не на слух, а при чтении, я думаю. Потому что игра в стихах. Вся игра, вообще вся, исключая разве что интерфейс по понятным причинам, ну и главное меню, разумеется. А также некоторые отдельные моменты, о которых я упомянул. Вся диалоги в игре, вся речь, персонажи и преподнятена в стихах. Так как я в стихах не разбираюсь, я не могу по-настоящему оценить их качество, мне трудно что-то об этом сказать. Возможно, где-то хромает рифма, я уверен даже в этом. А как вы думали, попробуйте перевести столько рифмованного текста на русский язык, да еще и без потери идей? Должен сказать, локализаторам это удалось. Нигде речь не резала глаза, нигде эти стихи не показались мне неприятными. Кстати, я так и не рассказал, о чем же сюжет игры. Завязка такова. В некотором королевстве события разворачиваются по старым лекалам Золушки, которую здесь зовут Аврора. Мать умирает, отец берет в жены мачеху. И не то, чтобы все было плохо в отношениях, нет. Но некий холод все же присутствует. Но в один момент Аврора засыпает и просто не просыпается. По всем внешним признакам она будто бы мертва. Разумеется, ее отец, король, подавлен и начинает увядать вместе с королевством около ее постели. Однако Аврора не умерла. Она перенеслась в иной мир, некое королевство Лемурия, сказочное, но опасное и совершенно ей незнакомое. Желая поскорее вернуться к отцу, она вынуждена преодолевать трудности. Некогда светлое королевство ныне в упадке, темная королева украла луну, солнце и звезды, мир наводнели хищные порождения тьмы, то и дело, пограждающие дорогу Авроре. Такова завязка? Бесхитростная и по-детски простая. Хотя вдумчивый человек, как я уже говорил, наверняка нам придет на определенные мысли на вроде параллели с загробным миром, на отсутствие деления, на зло и добро даже в рамках сюжета, который их четко обозначает. Но это все впереди. Сейчас нам наконец дают возможность насладиться игровым процессом. В принципе, его можно условно поделить на две части, это путешествие и сражение. Путешествие представляет собой стандартные похождения, проходящие в реальном времени. За примерами далеко ходить не надо, взять того же Ори. Мы, как и враги, движемся в двухмерном пространстве по обычным всем понятным правилам. Однако очень скоро все несколько меняется. Во-первых, совсем немного испытаний придется преодолеть игроку, прежде чем Аврора научится летать. Да, Дитя Света – это игра на двух плоскостях. По факту, персонаж в воздухе чувствует здесь себя как королева, здесь она в своей стихии. Довольно мало будет мест, где придется осторожно передвигаться. Ловушки и опасные шипованные поверхности, конечно, будут, но по сравнению с Ори, опять же, их очень мало. В целом, воздушное пространство дает отличный маневр, хотя и пешком ходить никто не мешает, правда, это значительно медленнее. Ну и во-вторых, добрая маленькая девочка, вечно приходящая всем на помощь, никогда не остается одна. С ней всегда будут ее помощники, новобретенные друзья. Первым делом она встретит некого Светлячка со сложным именем Игникулюс. Сложным для нас, но не для Австрии, ведь по факту завязка сюжета происходит в альтернативной Австрии 1895 года, но это на самом деле не имеет совершенно никакого значения. Ну так вот, Светлячок Игникулюс – это важный геймплейный элемент. В реальном времени он служит для того, чтобы собирать призы, разбросанные по карте, и контролировать врагов. Призы может подбирать и Аврора, но далеко не все, некоторые из них запечатаны светом, а наш спутник, являясь воплощением света, может сломать печать. Ну и кроме того, некоторые призы спрятаны как раз так, что достать их может только Светлячок. Вообще, пусть в игре не так уж много секретов, но все же их вполне достаточно, и есть простор для исследования. Помимо всяких усилений персонажей и зелья, есть еще письма, летающие на ветру, которые также придется искать в неочевидных местах и ловить Светлячком. Они поведают нам об истории Лемурии. Не все в стихах на этот раз, но читать их вполне интересно. Часто там описано, как уже взрослые люди попадали в эту страну, описаны их впечатления. Но это так, факультативно. Время от времени будут попадаться довольно простые и очевидные головоломки, где при помощи света необходимо будет отбросить его отблеск на определенную поверхность через трафарет. К слову, вечно светить мы не можем, кончается энергия. Она восполняет из многочисленных светящихся сфер, выстраивающихся в цепочку. У них есть две хитрости. Самое очевидное в том, что если подобрать их по порядку, от ярко-оранжевой, то в итоге мы не только восполним энергию Светлячка, но и здоровье с маной. Вторая менее очевидная цепочка света нередко приводит к скрытым местам в игре. К слову, есть с этим Светлячком и не очень удобный момент. Игра как бы одиночная, но в нее можно играть в кооперативе. Даже, я бы сказал так, с одного компьютера. Например, на джойстике управляя Авророй, а мышью Светлячком. Странный подход, однако, если вспомнить, что игра-то детская, и родители могут находиться рядом, объясняя некоторые моменты, помогая основному игроку, это вполне оправданно. Оправданно еще и потому, что управлять и гникулюсом с джойстикой, который геймпад, да, я знаю, не придирайтесь. В общем, неудобно им так управлять. Слишком уж долго разгоняется чувствительность, а в бою нужно действовать быстро. Другое дело мышь. Именно по этой причине я игру проходил на клавиатуре, что странно, но не неудобно. Ну так вот, вторая особенность Светлячка в реальном времени, это тот самый контроль врагов, о котором я упомянул. Враги здесь все сплошь по рождению тьмы, соответственно, и гникулюс может их ослепить. Пока он светит им в глаза, враг не может передвигаться и гнаться за Авророй. Используя эту возможность, можно избегать, в принципе, вообще все бои, кроме основных. Ну или как минимум нежелательно, это проще простого. Однако лучше все же этим не заигрываться, опыт тоже нужно откуда-то брать. Кроме того, ослепление позволяет напасть на врага со спины, что даст в бою преимущество. Ну и вторая часть игры, вторая плоскость ее механики, это бой. Бой здесь частично пошаговый, частично в реальном времени. Время движется как обычно, но представлено оно в виде некой полоски, на которой расставлена очередь сходов, как твоих героев, так и противников. Когда кто-то достигает красной отметки, он выбирает тип атаки, и затем уже происходит ее, как бы сказать, активация. Ну вот, например, наступает наша очередь атаковать. Время останавливается, думать можно сколько угодно долго. На выбор у нас есть защита, атака, смена персонажа, зелье и бегство. Атака открывает возможность использовать любое приобретенное умение. Например, стандартную атаку мечом. Она числится как быстрая, поэтому подготовка атаки проходит быстро, и мы наносим удар. А если выбрать, скажем, магию света, которая бьет больно, но долго заряжается, то подготовительная стадия идет медленнее. И тут вполне возможно нарваться на врага, чья атака оказалась быстрее. Его удар обязательно прервет нашу подготовку к атаке и отбросит нас по шкале времени назад. От подобного спасает защита, поэтому необходимым будет рассчитывать, когда атаковать, а когда лучше попытаться блокировать возможный удар. По большому счету, здесь механик во много напоминает героя меча и магии, или те же Кингс Баунти. Скорость передвижения по шкале времени, скорость подготовки удара, его сил и другие параметры зависят от характеристик персонажей, которые можно повышать, получая опыт за сражение. Именно поэтому я не рекомендую часто избегать боев. На самом деле, на нормальном уровне сложности сперва кажется, что все бои легки до безумия, но чем дальше в лес, тем сильнее становятся противники, и тем больше приходится изворачиваться. Child of Light не такая уж легкая игра, какой может показаться на старте, и довольно скоро никогда до этого неиспользуемое меню зелий станет вашим спасательным кругом. Однако никакой безумной сложности здесь нет, ребенок вполне справится, взрослый тем более. Не сейчас, так потом. Ну так вот, возвращаясь к боям. Разумеется, одной Авроре было бы трудно сражаться с толпами довольно опасных и интересных с дизайнерской точки зрения противников. Ей на помощь всегда придут ее друзья. Вообще, союзники в игре это нечто. Они по-детски простые. Веселый орликин-целитель, маленький гном-волшебник, мышь-лучник. Знаете, я не хочу рассказывать о них, не хочу портить сюрприз. Ведь каждый из них имеет свой характер и свои мотивы, свои мечты, и чаще всего собственный квест. Да, тут есть побочные задания, они не имеют четкого радара. Тебе в стихах дадут подсказку, а дальше сам думай, вспоминай, где и что ты видел, где и что, по-твоему, должно находиться. И это радует. Это стимулирует мышление. В награду за их выполнение дает зелий, необходимые в бою, значки для однократного усиления персонажей на выборы и самоцветы. Самоцветы — это еще одна механика игры. Их можно встраивать в оружие, доспех и амулет, и в каждом из них один и тот же камень даст разный результат. Например, рубин в оружии даст дополнительный огненный урон, в доспехе — защиту от огня, в амулете — прибавку к здоровью. Всего камней несколько — рубин, сапфир, изумруд, аметист, турмалин, центрин, алмаз, шпинель и оникс. Все они как-то влияют на ход боя, к тому же три маленьких камня можно объединить в один побольше, и так вплоть до большого и самого мощного. Все эти камни действительно оказывают влияние на бой, но, конечно же, не так, как ваша тактика. Персонажи можно менять в любой момент их хода, и каждый из них имеет свои сильные и слабые стороны, как, в общем-то, и враги. Кто-то будет защищен от физических повреждений, но вот к стихийным слаб, ну и все в том же духе. Кстати, у каждого персонажа своя уникальная ветка развития. Повторяющиеся умения есть, но на то есть свои причины, о которых вы сами узнаете по ходу сюжета. В итоге все приходит к тому, что каждый навык и каждый член команды может пригодиться в одном тяжелом бою. Ненужных персонажей здесь нет. Да и вообще, они сами по себе очень милые и интересные. Постоянно разговаривают друг с другом, постоянно создают какие-то простые, но оттого не менее комичные ситуации, допытывают друг друга об их образе жизни. За этим всем так приятно наблюдать, что даже трудно подобрать слова для описания ощущений. Ты погружаешься в игру будто как в простую приятную детскую сказку. Это как укрыться теплым одеялом перед сном, очень располагающее к себе ощущение. В этой игре можно действительно отдохнуть от мирских забот, от взрослых мирских забот в детской игре. И помогает в этом граффитический и звуковой дизайн. Игра имеет не такой бюджет, как Слепой лес, где ставка делалась на графику не в последнюю очередь, однако это не играет никакой роли в данном случае. Графика похожа на красивый, но все же такой вот, знаете, наивный детский рисунок обычными красками. И дизайн локации на высоте, разнообразие не хромает. Звук также подкрепляет хорошие впечатления, особенно музыка. Музыка здесь приятная и спокойная на марше и заводная, но не надъедающая во время сражения. Однако справедливо будет сказать и о минусах. Они тут безусловно есть, как в любой другой игре, хотя и незначительные. Первый и самый заметный это, на мой взгляд, слишком несбалансированная продолжительность. Десять часов это немало, однако от количества доступных персонажей создается впечатление, что затевался проект как гораздо более продолжительный, что не сильно далеко от правды, в общем-то. Откровенно говоря, их всех не успеваешь опробовать сласть. Однако тут есть и свободный режим после окончания сюжета, но это все же немного не то. Второй минус, как по мне, это система дополнений. Факт покупки самоцветов за деньги, за реальные деньги, в том числе и уникальных, это плохо, но терпимо. Но покупка персонажей и нарядов для главной героини, почему этого не сделать за внутриигровую валюту? Это откровенно плохое решение. Ну а здесь трудно винить разработчиков, все-таки это обычная компания, только начинающая. Можно им это простить, я думаю. Третий минус это, скорее даже не минус, а следствие. В попытке набрать уровень я слишком часто сражался, и к концу игры сражения мне приелись. Но это не новость. Однако враги постоянно меняются, как и локации, а отдельные боссы дают прикурить и быстро улетучивать скуку. Так что это уже моя придирка. В итоге Дитя Света имеет куда меньше размах, чем море и слепой лес, однако это нисколько не минус. Это детская и приятная игра. Не крутая, не прикольная, не няшная, не мимимишная, а именно приятная. Очень приятная. Возможно, она придется по вкусу не всем, однако, я уверяю вас, попробовать стоит. Потому что если вдруг вам понравится, то вы точно не забудете этого опыта. Оцените ее по достоинству, если найдете для себя такую возможность. Подобных проектов такого уровня в индустрии не так уж и много. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok